Август Кишечный грипп Название, ярко описывающее течение болезни, сочетается с респираторными синдромами, но не имеет никакого отношения к простуде. Ротовирусные инфекции, острое начало и умеренно выраженные симптомы. Лето – один из пиковых сезонов для их распространения. Вообще она сестра УРВИ, грубо говоря. То есть это повышение температуры, слабость недомогания, возможно появление боли в животе, жидкий стул, однократная, аккуратная работа. Чаще всего это не соблюдение правил личной гигиены, это не моют руки перед приемом пищи после туалетов, либо через продукты, которые подверглись плохой термической обработке. Главный путь передачи – фекально-оральный. Именно поэтому медики прозвали ротовирус болезнью грязных рук. Часто дети ее подхватывают в детских садах и школах. Какие основные правила профилактики? Это, конечно же, соблюдение личной гигиены, мыть руки. То есть использовать воду для питья кипяченую, либо бутылированную. То есть если все-таки люди отдыхают на природе, то никаких из открытых водоемов, никакое использование воды. И, конечно же, прежде всего это правильно термически обработанная пища. Овощи и фрукты, какими бы свежими они ни были, в обязательном порядке должны быть промыты чистой водой. Для лучшего эффекта специалисты советуют их ошпаривать кипятком. Особую осторожность проявляйте при покупке сезонных фруктов. Лучше довериться интуиции и покупать целый арбуз, не надрезать его. Естественно, после того, как несколько раз этим грязным ножом, неизвестно где он лежал, надрезают арбуз, конечно же, сразу же происходит обсеменение продукта. И пока вы его донесли до дома, то, естественно, все уже будет заражен продукт. С грибами еще сложнее. Во-первых, вы должны быть уверены, что перед вами съедобные, а не лжесобратья. Во-вторых, где они собраны? В чистом лесу на обочине дорог, вблизи мусорных полигонов. Помните, грибы являются тяжелой пищей, могут быть аллергенными. Готовить нужно строго по правилам. Теплая и влажная погода способствует распространению и энтеровируса. Источником инфекции, как правило, является больной человек, либо носители. Особо опасными являются больные с легкими формами, либо с истертым или бессимптомным течением инфекции. Энтеровирус относится к острым кишечным заболеваниям. Главное его отличие – высокая устойчивость во внешней среде. Отмечается как легкое течение болезни, так и серьезные осложнения, вплоть до поражения центральной нервной системы и почек. Причина – в отсутствии гигиены после туалета. Прекрасная возможность подхватить энтеровирус в водоемы. Поэтому думайте, где вы спасаетесь от жары. Врачи настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением. И при первых же симптомах обращаться в поликлинике. При соблюдении всех рекомендаций доктора, пациенты выздоравливают за 2-3 дня. Диарея – защитная реакция организма, которая может и убить. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от нее умирает более 500 тысяч детей. В большинстве случаев причинами стали вирусные кишечные инфекции. Отдыхать здорово. Однако, помните, именно на летнее время приходится всплеск кишечных заболеваний. И как ни странно, это связано с купанием на водоемах, выездами на природу и употреблением фруктов и овощей. Как это на днях произошло с 10-летней Викой. Живет с родителями в дачном поселке. И как озорной Том Сойер встает рано и сама себе хозяин. На дворе лето и попробовать хочется все и сразу. Сначала я встретилась с подружками, потом мы играли, играли, потом катались на велике. Я съела арбуз и к вечеру мне стало очень плохо. От задора не осталось и следа, вспоминает ее мама Ольга Владимировна. Родители порядком перепугались за состояние дочери. В 5 утра, вот у него температура, рвота, понос. Вызвали доктора, приехал доктор, ну как бы вроде бы ничего серьезного. И, ну в общем, оставили нас дома. Потом стало хуже, в общем, 40 температура, она уже бредить начала, тут уже ругаться и бить меня. Где-то, может быть, арбуз поела, либо дыню, или еще ягоды, может быть, на дороге тут же, в дачном поселке. Врачи диагностировали кишечную инфекцию. Хвалят, что мамочка среагировала оперативно и не занималась самолечением. В регионе были случаи, когда родители затягивали обращение к медикам, дети погибали. В прошлом году взрослых с кишечными инфекциями у нас пролечилось примерно 450 человек, а детей 820-830. В этом году взрослых уже 226, а детей уже почти как в прошлом году 720 человек. Регулярно взрослые попадают к нам уже на поздних сроках болезни, когда у них даже развивается транзиторная почечная недостаточность. То есть сидят дома, безвоживание доводят уже чуть ли не до крайней степени, в результате, когда уже уменьшается количество мочей и приходится достаточно интенсивно таких пациентов лечить. Инфекционисты считают кишечную инфекцию коварной и опасной. Под ее маской могут скрываться многие заболевания, начиная от хирургических, заканчивая неврологиями, инсультами, инфарктами и даже сахарным диабетом. Одни могут отделаться легко, другие оказаться в реанимации. Особо опасно для детей быстрое обезвоживание организма. Важно как можно раньше обратиться к врачу, а дома иметь правильную аптечку. Ну, уже, наверное, все знают, дают уголь, смекту, энтерофорил очень часто используют у детей и различные препараты, содержащие бактерии, линекс, ацепол. Лекарство можно дать, но при кишечной инфекции вообще самым основным лечением, которое очень часто кажется несерьезным и очень простым, и родители с недоверием к нам относятся, когда мы им об этом рассказываем, самое основное это так называемая оральная регидратация или, сказать по-простому, обильное дробное питье. Детей лучше отпаивать компотом из сухофруктов. Взрослые с успехом могут использовать минеральную воду, но без газов. При болях в животе принимать исключительно спазмолитики. Никаких обезболивающих. Они могут смазать картину заболевания, за которой скрывается хирургическая проблема. Хотелось бы предостеречь еще всех, наверняка все видели рекламу, такие лекарственные средства, противодиарейные, как лапирамиды и эмодиум. То есть при кишечной инфекции их нельзя ни в коем случае применять, потому что они блокируют защитные механизмы организма при кишечной инфекции. То есть наоборот, все содержимое кишечника с бактериями или с вирусами, с воспалительным оксидатом должно выводиться из организма. Принимая лапирамиды или эмодиум, человек блокирует работу кишечника и все это остается в организме. Это в свою очередь увеличивает интоксикацию и может привести к кишечной непроходимости. Помните, если у вас или ваших близких поднялась температура, плохое самочувствие, боль в животе и диарея, не занимайтесь самолечением. Обращайтесь сразу к врачу. Врачи ответственно заявляют, отправляясь в отпуск, будьте осторожны. Особое внимание уделяйте воде. Ни в коем случае нельзя полоскать морской водой рот и нос. Полезный йод находится далеко от береговой линии и в воде глубже двух метров. В теплой же морской воде прекрасно размножаются опасные бактерии. Не увлекайтесь экзотическими блюдами. Смотрите сроки годности. Употребляйте качественную питьевую воду. Помните, ваше здоровье – это ваш выбор. А мы дадим исчерпывающую информацию о возможностях системы здравоохранения в регионе. С вами был Алексей Старцев. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова